И поэтому я очень благодарен, ну просто готов преклониться перед человеком, который этим занимается у нас в стране. И он занимается не в Москве, а в Чите. Поэтому я прошу сейчас выйти на эту уютную сцену моего хорошего друга, боевого брата, спецназовца специального подразделения Геннадия Ларионова, который издает все эти издания, а он сам все вам расскажет. Добрый вечер. Ну, перейти от темы любви, которая была в первом отделении, и Саши Карпенко, который меня сюда, в общем-то, позвал, по причине того, что здесь есть его диск, который я составлял из материала, который был у меня. Саше, очень большое спасибо, человеку обожженного войной и не обожженного душой, потому что пишет такие стихи. Я его диск делал три месяца. Я слушал весь материал, составлял, разговаривал по телефону с ним, давай вот так, давай вот так. И все-таки мы этот диск сделали, диск получился интересен тем, что он песенно-стихотворный, поэтический. Там песни, стихи, там в этом сборнике два диска песенно-стихотворных. Значит, одна афганская запись, Геннадий Андреевич Костюк, главный хирург 40-й армии, облетевший весь Афганистан. И второй диск, это как раз Александра Карпенко. То же самое, значит, стихи и песни. Ну, мы сборники потом по столам посмотреть пустим. Почему занимаюсь именно афганским? Меня чеченцы просили, давай, говорит, наши издадим. Очень много знакомых с 15-ю, 124-я бригада офицеров. Я говорю, нет, чечнёй заниматься не буду, потому что я служил в те годы, 78-го и до определенного времени. Поэтому занимаюсь именно этой песней. Что сказать, когда я встретился с афганской песней, я уже не помню. Может, это был 81-й год, когда первые у нас там начали приходить офицеры-летолетчики. Я тогда еще третий год, 78-го, недоволь, там мы служили, у меня 4 года. Когда, значит, с офицерами сильно не поговоришь тогда, но песни я уже тогда слышал. Но основное, конечно, это когда начали выходить винилы. Он великолепный, авторы сидят, он там за столиком шумом, они отвернулись, им уже некогда. Они 100 лет друг друга не видели в Москве. Поэтому они там общаются между собой. Значит, встреча, конечно, началась именно с винилов, которые выпускались в Ташкенте, в Питере. И так получилось, что я привез в Ташкент тогда винилы. Но до той службы у меня уже первый диск был. И первая встреча, это был, конечно, Михаил Михайлов и его БТР на виниле. Песня. Я никогда не думал, что мы потом с ним встретимся. Встреча, значит, Александр Минаев, его винил где-то со Салангом. Мы в 89-м были в Ташкенте, но он тогда был суровый майор. Я молодой ветеран, поэтому он меня не заметил. Так, Саланг, подожди, сейчас, секунду. Вот они, эти сборники, да. Я специально для Саланга Штармича превратил. Вот это Саланг. Но это не все. Где-то за Салангом дверь, я его называю, где-то за Салангом дверь. И покажи этого, подложку, не с задней стороны. Да, вот. Это наши первые пластинки с Сашей Минаевым, которые вышли в 90-м, 91-м году. И делали люди, которые, я перед которым преклоняюсь. Третий сборник, это «Винил. Другая жизнь» Димы Еремин. Причем там есть песня, он писал про свое. Я ему точно рассказал, эта ситуация с нашей жизнью была. Одинаково, один в один. Еще один винил, значит, «Раненый мы в душу тобой, Афганистан», Олег Никулин. Значит, я начал его искать. Афганистан, где его искать. Просто начал... Да, у меня он есть, да, естественно. Заглавная песня на этом «Виниле» была «Раненый мы в душу тобой, Афганистан». Я был в Питере, просто с знакомым. Я выглядел, по-моему, с Питером, да, конечно, знаю. Олег это знает. Ведет передачи на телевидении, а ранее остался в творчестве. Ну, теперь уже о самих сборниках и с чего началось. Значит, Александр Анатольевич Минаев был у меня в гостях. И мы в 2009 году, я организовал выпуск вот такой книги, мы выходим на рассветец. Музыкальный сборник, нотный составитель. Ну, ее уже нет ни в продаже, нигде. То есть, это именно наша первая работа по выпуску книг. А сам сборник, вот первый сборник, который выходил в 2012-2012 году. У меня просто осталось там штук шесть всего. То есть, тираж уже делали мы в Чите. Значит, год бились над этим сборником. Технологий у нас в Чите таких нет. Получился, конечно, он не очень удачный по самому креплению. Но задуман был как подарочный набор. Для чего? Чтобы отдельными дисками выпустить было, конечно, дешевле. Но их бы затаскали по машинам и выросили. А этот сборник по машинам не затаскаешь, он будет стоять на шкафчике. Все, и он будет светить, дети будут его видеть, читать. А делаем это мы все-таки не для себя и не для них, для ветеранов. Они и так все это знают. А мы делаем это для своих детей, чтобы на вопрос внука или сына, сыну спрашиваешь, где служил твой отец, ты знаешь? Нет, не знаю. Вот для того, чтобы не было таких вопросов. То есть когда-то они защищали Родину, потом внутренне защищать Родину. А они будут видеть вот эти сборники и уже понимать, что это просто преемственность поколения, от которой все равно никуда не уйдешь. Родина-то, она все равно одна остается. А сборник начался с того, что мы встретились с офицером выпила, Сергеем Демишовым, так получилось, что записи его на многих кассетах афганских 83-84-82 года, песни его есть, но автора, как правило, никто не знал. Я когда у него был в гостях, я говорю, Сергей, давай сдадим твой диск, ну с песнями. А диск был совместный, из Кундуза на Файзабат и обратно, это Игорь Морозов и Сергей Демишов. Так вот на всех, там где-то записях, в кассетах написано, где Игорь Морозов, но голос-то другой, так получилось. Он согласился, значит, я хотел просто сделать один диск, именно его, он мне подарил его на день рождения, я был у него в гостях, мы пили с ним чай, естественно, он согласился после этого. Но когда у меня был Александр Анатольевич Минаев, почему-то родилась мысль, почему бы не объединить. И когда вот эта мысль родилась, объединить, значит, так, а есть же еще Михаил Михайлов, потом есть у меня товарищ Андрей Клювнюк, живет в Новосибирске, тоже ветеран-афганец, ну сейчас шансон выступает, концертирует по Сибири у нас. И как-то вот так все зацепилось, и потом уже решил, что в диле сборники должно быть 10 дисков. Имена называть, я думаю, объяснять даже не надо. Виктор Верстаков, Юрий Кирсанов, Игорь Морозов, Сергей Демешов, Валерий Петряев, Михаил Михайлов, Андрей Клювнюк, Юрий Слатов, «Голубые береты», но здесь авторский его диск, именно «Афганские песни», мы с ним решили. И диск Виктора Павловича Пуценко, дочь нашла кассеты у него в кабинете, мы их оцифровали, ну все песни не вошли, но здесь вот то, что я составил, это уникальные записи именно «Афганские» Куценко. Подход к сборнику был таков, значит, сначала как бы мы общались и говорили, что такое «Афганская песня» – это та, которая написана в Афгане. Но получилось так, что большинство авторов из тех, что поют, что на сцене, значит, они же ведь пели дальше, и представлять, маленько я допустил здесь ошибку, представлять просто афганскую песню, чисто афганскую песню, было неправильно, поэтому мы в эти диски начали добавить песни, которые были написаны позже, в 90-х, что-то было написано в 2000-м годах, чтобы полностью представлять автора, чтобы люди знали о человеке, как он развивался. Большинство из них осталось в творчестве, они на сцене. Но для кого-то это было как афганское вдохновение для Александра Леонидовича Малашонка, который написал цикл песен, так называемый «Кундузский цикл», и до выпуска этого сборника был фактически неизвестен. Все ансамбли группы пели его песни, сейчас вот я просто так скажу, на 16 парней песня «Если хочешь есть варенье», все поют, все знают, но автора никто не знал, Александр Леонидович Малашонов, живет в Владивостоке, подполковник Комитета государственной безопасности, участник того первого штурма, был в одной из групп, да, в 79-м году. Второй сборник, мы подошли уже маленько кардинально, с Андреем Клюнюком, он говорит, давай делать Новосибирск, я поехал в Новосибирск, и он получился более качественный. Здесь точно так же, значит, представляем автора, часть песен афганских, но записей для многих не сохранилось, и более развития добавили песни уже современные. Вот у Олега Никулина «Диск», значит, там несколько песен записи гитарные, но больше ничего не сохранилось вообще в принципе в записи. Но у него есть группа «Храм мира», и здесь инструментал, обработка, очень хорошая именно тех песен, уже в современном варианте. Для Михаила Михайлова. Мы тогда подняли большие архивы, разбирали все. У него уже ушли из репертуара песни, которые он не пел с Афгана, ну или начало 90-х, и он все эти песни восстановил. Специально для этого сборника их в издании вообще не было. В этот же сборник восстановил часть своих песен афганских, Владимир Масут, которых тоже не издавалось. Еще, значит, Александр Мондоин, вы уже его послушали. Значит, тоже записи афганские он вообще, в общем-то, не сохранил, о чем я бы очень сожалею, и мы, в общем-то, ничего не нашли. Поэтому гитарная запись, то, что он издавал в 90-е, мы здесь, в общем-то, и издали. Валерий Цгоев, это первый диск альбома, живет на Кавказе, Кандагарский ДШВ, это чисто афганская запись, сделанная в Кандагаре в 87-м году. И так получилось, что мы когда с ним познакомимся, у нас, кажется, еще и знакомые есть общие. Даже можно было не это, вообще не мог об этом подумать. Ну и диск Александра Карпенко и Геннадий Андреевич Костюк, здесь то, что находится. Так что посмотрите на нашей работе и там уже решите. У нас есть здесь, если что-то купить, ну, Дима представит, что больше. А мы работаем дальше, работаем с авторами, думаем выпустить продолжение. Но приходится продавать, потому что деньги, люди меня знают, часть моих денег, часть мне давали мои хорошие друзья, здесь список очень большой в Забайкале, предприниматели. То есть, если я сказал, что я сделаю, я сделаю. Минаев не верил. Значит, я, Александр Анатольевич, тогда сказал, это невозможно. Я говорю, Александр Анатольевич, ты помнишь крылакую фразу «17 на вене весны»? Он говорит, нет. Я говорю, ну, как не помню, что-то. Дедушка Милючев что сказал? В наше время верить никому нельзя. Но мне можно. Я это сделал. Так что, третий сборник, я думаю, просто по финансовым соображениям выйдет где-то в 2015-м, дай бог. Сейчас просто не получится никак. Спорник продаю, так что найти его, я думаю, можно. Спасибо. А мы сейчас услышим те песни, тех авторов, которые есть здесь, моих друзей, которых я очень люблю, и которым огромное спасибо за то, что они помогли все это дело сделать. А без них бы не было. Еще самое главное, всем привет от администратора сайта «Автомат и гитара» Натальи Флотниковой, авторы. Вас я целовать не буду, Наташа потом вас сама поцелует, а то не поймут. Значит, без ее информационной поддержки, без общения без ней и без вот этого бы сайта сборников в принципе бы не было, потому что все-таки информацию просто так в чете нигде не соберешь. Ну, это сложно. Спасибо. По столику, так по кругу пустите, посмотрите. Книжку я тут заберу, потому что ее уже нет. Значит, здесь единственное, что здесь сборники в конверте, как они выпадают, у нас не получилось по-другому, так что посмотрите. Я извиняюсь, что такое игрую сразу, залез на сцену и забавлю. Я знаю, я хочу просто показать, это действительно уникальный спорник. Еще раз хочу. Видите в цвете. Видите какая коробка. Так, подожди, подожди. Видите это самое, видите картины. Это не просто картины. Тут рисунки Виктора Павловича. Секундочку. Его нет. А нашего генерала Виктора Павловича. Его уже нет. А вот его книги, вот это картины Масла. То, что у нас они собраны, эти вот единые коллекции из разных вот экспозиций. Он достаточно известный художник, он написал тысячи рисунков в Афганистане. Некоторые из них стали последними свидетельствами о жизни или афганского бойца, или нашего офицера. Вот потом уже вернувшись, он рисовал Маслом картины. Многим из вас как бы известно, но может быть кто-то не слышал этого имени. Здесь же рисунки Рината Шатикова. Это легендарный спецназвец. Он в Суриковской закончил. Он рисовал как вот в стиле Демельского альбома. А поручкой? Но он рисовал, он закончил Суриковское училище. Можете представить себе? И вот эта техника была признана вообще уникальной. У него там холодная точность спецназовца. Там есть сложное верблюдо, каждая волосина на этой видна. И в то же время теплый взгляд художника. Он за всю свою службу, многих десятилетий, он из воин не вылазил. Он не потерял ни одного бойца. Ни одного. А самый детдомовский парень, нашли его жену, убили. Он пацана этого, молочного возраста, сам воспитывал. И вот из этого всего, из этих воин, из этой грязи, из этого святого служения Родине, из этого служения своему пацану, и вырастает все его вот это вот творчество. Мы сейчас дадим несколько сборников, просто покажем. Вот что это такое. Здесь фотографии афганцев, те, которые были в Афганистане. Вот. И мы еще немножко потом коснемся этого всего. Вот просто, чтобы вы знали, о чем идет речь. Пожалуйста. В первом сборнике вот здесь как раз картины Рената Шафикова, которые нарисованы в Афгане авторучками цветными. Но потом репродукция восстановлена уже, но снято с них сделано. Давайте гений похлопаем. Геннадий Генеральный Генеральный Геннадий Геннадий Геннадий. Значит... ПЕСНЯ Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Танки те, что стали рабами, Стянуты с дороги на край. С нецелованными губами Отправлялись мальчики в рай. Сколько обелисков из башен На дорогах этой земли. Скольких, скольких мальчиков наших Под броней не убегли. Сверху глянь, а можешь со знамки, Все чистый их дух освещен. Но нельзя кататься на танках, Танкам здесь проезд запрещен. Видно, ни по чьей-то обложке Нет границу знаков навек. Не для этой только дорожки, Для дорог стоит он для всех. Мир, да пулемил, с позоронку Помолился, был бы грещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен. В нем нельзя кататься на танках, Танкам в нем проезд запрещен.